Всем привет, это подкаст UwebDesign, сегодня 8 июня 2015 года, выпуск номер 41. Всем привет. У нас сегодня есть куча киллер тем, прям таких как киллер фич, и первая из них... Первая из них — Chrome убирает Flash. Прям вот я так скажу. Прям вот эти... Новый убийца Flash — это Chrome. Да, новый убийца Flash — это Chrome, новый убийца Adobe — это Chrome. Поговорим про 8 типов программистов. Это очень крутая тема. И про что поговорим, я не знаю даже чего-то из этого выбрать крутого. Чего-то из этого еще такое крутое, самое крутое, особое. Стартапу Unsplash канадскому исполняется 2 года. Да, ну тогда погнали. Погнали. Так, ну у нас есть наша классическая, любимая, первая тема. Всем вам желаем послушать внимательно. Ювебдизайн и хостинг-провайдер SmartApe.ru объявляют совместную акцию. Спешите заказать себе безлимитный хостинг и получить 50% скидку на первые полгода. Зарегистрироваться нужно по ссылке в описании. В личном кабинете в разделе «Товары-услуги» в подразделе «Безлимитный хостинг» нужно нажать на кнопку «Заказать», в поле промокод ввести «Ювебдизайн 50% 6М Анлим» и указать какой-нибудь период оплаты. Какой-нибудь период оплаты. Ну давай с первой темы, вот с этой, с убийцей там, главного. Я классический тебе задам вопрос, как тебе обойка сегодняшняя? Классический ответ, отлично. Мне нравится, меня нравится, меня вдохновляет. Не знаю, чё это, но там какие-то французские есть вывески, хотя это кафе французский, не знаю. Мне знаешь, чё нравится? Мне нравится, когда вот так вот, такая прямо разметочка, жирная, красивая, нестёртая, такая 30-20. Я думал, тебе нравится большую выдержку, включая, что можно видеть вот так следы всякого. Ну это нет, вот разметочка. А причём смотри, это левостороннее движение. Да, кстати, кстати, да. Если тут, конечно, ничего не зеркалили, я надеюсь. Да, кстати, да, тут невозможно, потому что это фотография, опять же, с того самого стартапа, о котором мы ещё будем говорить. Переходим к темам. Убийца. В видео у меня док не хотел немножечко. Выезжать? Хотя ты лечишься, когда не хочешь немножечко, но тем не менее. В общем говоря, на самом деле, мы смотрим сейчас на Гизмода статью, а на самом деле это написали на блоге. На каком блоге? На блоге гугла. Ты имеешь в виду, хочешь сказать, можно нажать на no secret, например? Нет, нет, нет. Нет, там дальше ниже будет. Или на блог-пост. Да. Написано страшное, но на самом деле всё просто. Google, ну и, собственно, команда, которая занимается хромом, сделали такую интеллигенс-технологию умную, реально, которая будет блокировать тебе, или даже, ну, в основном паузить, конечно, паузить флэш-анимацию, которая у тебя находится не в центре, и, так скажем, не в твоей вот главной части, на которую ты смотришь, да, вот по бокам, например, реклама там и так далее. Она будет так умно тебе блочить, что тебе прям ничего бесить не будет. Самое главное, не будет у тебя разряжаться твой лэптоп. Это самое главное. И самое главное, у тебя не будет отжирать оперативку, которая и так отжирает хром очень сильно. Ну, это, конечно, да, хорошо всё это так в теории звучит. Обещают уже в следующих версиях. На бета-канале уже релиз начинается сегодня, а пост от 4 июня, то есть прошлый четверг. Поэтому пишите в комментариях, если вы уже вкусили вот этого Better Battery Life for your лэптоп. Вообще, по-моему, хрому надо не про это думать. Им просто бы вообще там, чтобы, ну, меньше оперативочку-то жрало. В принципе, их программулино. Ну, V8, понимаешь, этим всё сказано. Там такой двиган под капотом, что ничего нельзя сделать, уже кроме как отожрать всю оперативку и батарею. Я вот думаю, а это вот, можно это расценивать, как небольшая такая мини-война с Adobe? С учётом того, что они здесь написали, что Adobe, они нам как-то там помогли в этом. Так, это, по-моему, на Гизмода было. Я когда готовился, читал. Чёрт, не понимаю. Не понимаю. Вот и я, вот мне интересно. Где-то я видел, что они написали, что Adobe пошли как-то там на попятнах нам. Дали чуть-чуть. So, we've been working with Adobe to ensure that your experience on the web can be power efficient as well as rich and interactive. Понял, они работали с Adobe в этом плане. Видимо, они там спросили, блин, мужики, давайте вы уже сделаете, а мы скажем, что это только у нас в Хроме сделано, потому что больше кроме Хрома и так нигде не используются. Денег им за это дали. Я даже не знаю, чего они им за это дали. Может быть, просто потряхнули их от пыли. Они там засахарились уже, разработчики Adobe Flash. Кстати, вот, кстати, да. Вот у тебя, представляешь, вот команда, которая занимается Google Chrome. Это наверняка большая команда. У нее есть там какой-нибудь лидер, да? Ну, Пол Айриш, скорее всего, он обычно это все говорит. Вот, да. И он, короче, ему надо вот, ему надо как-то с Adobe что-то делать. Он, представляешь, приходит, у него жена в Adobe работает. И у него не клеится с ней никак, потому что они Flash начинают убирать. Да, да. У него батарея сразу разряжается. Да, да, да. И оперативка сейчас сжирается уже, да, ни в какую. На другие процессы ни на какие уже не хватает. Да. Ну, оно такое. Вообще, мы в этом подкасте уже давно очень говорим о том, что я вот у себя на компьютере использую все время Safari, потому что, ну, Chrome это ни в какую. Он реально, просто вот на глазах. Даже если я смотрю ролики на YouTube. YouTube. Так. И то Chrome разряжает ноутбук, ну, просто, я не знаю, там, за три часа вместо положенных, там, шести, семи, десяти. В зависимости от того, какую яркость вы поставили. Ну, короче говоря, это реально исью, исью. Ну. И надо с ней было что-то решать, вот вроде пытаются, не знаю. Ну, самые, короче, как обычно, так скажем, параноики или не знаю кто, они уже давно поставили все плагины, которые заблочили все себе. Да, они, кстати, вот здесь на Gizmod'у написали чуваки, что вообще были такие экстеншнс, как Flash Control for Ages, как Sex Control. Вот, да. Только Flash Control. Но, типа, он пишет, что я обычно, вот, если Flash Control включаю, то на часик больше у меня ноутбук работает. Ну, вот я скажу, что на Safari, ну, не часик больше. Ну, скажу, в два раза больше, может быть, преувеличу. Процентов на 40 больше стопудово. Просто вот без вопросов, без каких-либо. Прямо пишите в комментариях. Я хотел бы услышать ваше мнение по этому поводу в соттысячный раз. Потому что, ну, блин, это такая интересная тема. И вот чуваки реально пошли на... Замутились. По пятнам, да. Решили как-то... Кстати, пост написал Томми Ли, software engineer, power conservation minister. Ты понял, он консервативно к энергии относится. Да. В мощности Томми Ли. Поэтому он и был за Flash, потому что, ну, как бы, ну, разряжает и разряжает. Он консерватор, да. Ну, Flash-то достаточно консервативная, конечно, технология. Вот этот виджет с Google+, это открытая технология или нет? Я вот ни разу не видел, чтобы кто-то вот так гордо встраивал себе в сайдбар виджет с Google+. Ну, хрена узнает, я не знаю. Я вот не видел. Надо будет попробовать. Это как-то даже интересно. Следующая тема. Восемь разных типов программистов. Блин, это круто. Да, это круто. И, Никита, скинь мне, пожалуйста, в рэндом русский вариант этой статьи. Ага, они есть, у нас есть. Я скидывал. Она высоко, скорее всего. Могу заново. Да, скинь, пожалуйста, потому что ты прямо, она у тебя под рукой. На хабре есть перевод этой статьи. Мы на него там наткнулись. Здесь просто есть такой культурный пласт, который я бы прям хотел обсудить именно... Сейчас я попробую это перенести туда, ближе к нему. Да, вот так вот. Восемь различных типов программистов. Тут с картинками. Здесь суперсухач Дэвид Эльбе какой-то пишет. Из Швеции. Да, он так. У него здесь еще рекламка небольшая. Восемь вот так типов. Небольшой, как бы, кусочек. И вот он, такой весь красивый. А на хабре есть... Перевод с картинками. Перевод с картинками. Тут еще прям подписан кадр из фильма «Кингсмен». А надпись на табличке. Вот в таком стиле, да. То есть первый «Макгайвер» у нас перевели как «Агент 007». На самом деле нас, как бы, в России никто не знает такое, как «Макгайвер», но на самом деле такое явление культурное. На самом деле этот сериал, чуть ли не 100 выпусков в нем было. То есть это, ну, реально до хрена. По-моему, 100 как раз. Может быть... Прямо ровно. Там, по крайней мере, 100 выпуск юбилейный. Он прям... Ну, ладно, я не буду врать. Неважно. В общем, это в эпоху крутого Бокера. То есть давно это там какие-нибудь 70-е, 50-е. Даже не 90-е, да? Нет, 100 пудово, 100 пудово не 90-е. Вот если сейчас загуглить, то тут, в принципе, да, 85-й-92-й. То есть вот такого плана чувак. Тут актер в стиле Патрика Суэйзи, вот такой чувак, да? Да, 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 да. И он, на самом деле, там, суть сериала в том, что он был очень изобретательным. И он решал все проблемы там с помощью скотча и прочих всяких вещей. То есть это такой элемент американского фольклора, на самом деле. И Макгайвер имя уже стало нарицательным. И Макгайвер, ну, практически как Кулибин, только... Ну, Кулибин это прямо в тупу изобретатель, а Макгайвер это еще и, типа, герой... Ну, типа Хэнди Мэн. Ну, да, 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 да. То есть, например... Ух ты, неплохо. Это что-то он тебе за сообщение. Битторент вылетел. Так вот, Разрушители Легенд, одно из моих любимых шоу американских, очень часто проверяли мифы из сериала Макгайвер. Типа, а можно ли там пулей просто высыпать порох из одной пули, там, такого-то калибра, молоточком по нему ударить, засыпав это в замок и взломать замок вот так вот микровзрывом там. Вот такие вещи. Большинство, естественно, выдумка. Так. Поэтому, да. Я просто очень хотел об этом сказать. Это такая полуфантастика, полу... Полуфантастика, полу... Ну, реально. Это было amusing. То есть, интересно было это смотреть. То есть, подожди, мужики, вот, среднестатистические мужики американские могли ориентироваться как на героя, на этого Макгайвера? Я не знаю, но, скорее всего, это можно кандидатскую писать по культурологическим наукам с точки зрения влияния сериала Макгайвер на разные слои американского населения. Ну вот и в этом списке, который вот про программистов... Да-да-да. Быстро вникает в ваши проблемы, решает их, не очень заботясь о качестве кода. То есть, если нужно решить какую-то проблему, то вот такой тип программистов Макгайвер, он ее быстро решает, потом за ним, если есть чувак, который отвечает там за рефакторинг в проекте, он за ним там все подбирает, подводит к стандартам там и так далее. Но об этом мы тоже скажем про таких чуваков. Время от времени может писать действительно хороший код. Он счастлив, когда другие люди делают рефакторинг его кода, после чего тот работает по-прежнему хорошо. Видишь, если необходимо, воспользуемся скотчем в кавычках. То есть, переводим на наш язык, может костылить, если того требует ситуация прям, ну как бы очень сильно. И поэтому... Но такие люди в проекте нужны, потому что если завтра дедлайн, ну то есть, собственно, как всегда, то такие люди очень часто выручают и хотя бы в релиз выкатывается что-то более или менее ценное. Плохо срабатывается с перфекционистом. Это будет дальше такой тип, о котором мы узнаем, да? Да, заказчики и менеджеры без ума от него, ну по вполне понятным причинам. Господин 90%. Да, в английской версии Mr. 90%. Да-да-да, Mr. 90%. А тут какой-то шрифт типа ПТ-серифа. Я прям не посмотрю, если умру. Нота-сериф. Почти, очень похож на ПТ-сериф. Так вот, доводит решением проблемы почти до конца, но всегда что-то упускает. Без чего есть компонент бесполезен или нестабилен. Его волнует сам код, а не то, как будет работать конечный продукт. Таких, как нетрудно догадаться, не очень любят. Но такие, опять же, много. Потому что поначалу его прогресс впечатляет, так как он выполняет большое количество запланированных дел. Но впоследствии наступает разочарование, когда якобы уже решенные проблемы приходится решать еще раз. Не уживается с тестерами, но отлично соблюдает дедлайны. А почему, интересно, он соблюдает дедлайны? Вот я тоже, я вот это когда читал, я не понял, он же 90% типа. Ну вот видишь, объедините такого программиста в одну команду с агентом 007. Будет хорошая команда. То есть типа, а тот за него быстренько там доделает. А тот там накостылит просто там, замотает скотчем все. Видимо, да. И потом уже будут за ним подбирать, опять же, и убирать. И в продажу. Смешная картинка про сок. Вот эту вот штуку. Или это там не сок, а молоко. Верстка поехала, как обычно. Да, это прикольно. Но, да, нужно это комбинировать, естественно. Я вот что-то хотел сказать и забыл. Именно про этот тип. А, я понял, я понял, да. Возможно, для решения проблем господина 90% и придумали agile методики. То есть на самом деле, обычно же всегда говорят, если вдруг у вас падает мотивация, нужно проект разбивать на большее количество маленьких итераций. На каждой из них, получая результат, мотивация у тебя не пропадает. У тебя каждый раз есть видение того, что ты решаешь какие-то запланирования вещи. И они на 100% решаются у тебя. И они на 100%, да-да-да-да-да. Любитель переписывать код. Это я. Так, так вот, тут значочек бесконечности и подпись this way, и типа, code refactoring won't be long. Типа, рефакторинг будет не очень длинным. The rewriter на английском здесь называется. То есть тоже тот, кто переписывает. Никогда не оставит ни тронут им ни одного фрагмента кода, если считаешь, что можно выполнить рефакторинг этого кода. Но это классика меня, на самом деле. То есть, когда у тебя нету какого-то жесткого дедлайна к чему-то там, как-то там, то тебе всегда хочется сделать еще лучше, еще лучше, еще лучше, и ты забываешь о том, что нужно вообще что-то выкатить. И на самом деле тоже иногда может пропасть мотивация, и как бы все плохо. Кстати, да. То есть, может быть, смешанные, типа, людей. Да, да, да. Если дать такому программисту существующий проект на PHP MySQL, он начнет переписывать его на Go и базе данных не поддерживающие SQL. Только потом спросит, какую проблему необходимо было решить. Но, я думаю, у вас в командах тоже есть такие чуваки, как собственные перфекционисты. Здесь я даже не знаю, как это комментировать, потому что похож на любителя переписывать код, но в отличие от него стремится сделать идеальным свой собственный код. Так. То есть, он, видимо, рефакторер, переписывательщик, он чужие коды тоже так переписывает. Ну да, он типа... А здесь именно свой. Может тратить целые дни на задачи, и код, который агент 07 решает за пару минут, но при этом готовый код будет безупречен. Тоже у меня есть такие свойства немного. Ну, может быть, это с годами, во-первых, чуть-чуть подпроходит, во-вторых, у него опыта будет дохрена. У перфекциониста. Ну, естественно, конечно. Конечно, умный проект-менеджер, он комбинирует этих людей в нужные пары, в нужное время, для того, чтобы добиться максимального результата к дедлайну. Я думаю, что, зная свою команду, зная слабые и сильные места каждого чувака, и они сами, если знают каждые свои слабые и сильные места, то будет прям вообще все круто. Ну да. Кодер-копипастер. Мне картинка очень сильно понравилась. Да-да-да. Command-C, Command-V. Тоже все понятно. Получил свою работу очень давно, понятие не имеет, что он делает. Каждый день благодарит высшие силы за бэкапы и систему управления версиями кода, потому что, когда он пытается сделать что-нибудь, очень вероятно, что что-нибудь сломается. Любит решать проблемы в рабочих средах, так как его локальная копия для разработки никогда не работает. Проводит половину дня на сайте Stack Overflow. Я вот на самом деле не совру, если скажу, что я вот сейчас, если буду писать Stack Overflow, у меня даже нету никакого... Только вот SMC Reset won't work on MacBook. Вот такие вещи. Косвенно это означает, что я просто не делаю ничего. Но тем не менее. Ну да, нет, у нас Stack Overflow реально много решений, которые можно найти. Согласен. Но злоупотреблять не стоит, потому что если нет каких-то фундаментальных знаний, на одном Stack Overflow далеко не уедешь. Экспериментатор. Шестой тип. Постоянно пробует новые редакторы, фреймворки, средства сборки, языки программирования и клавиатуры. Бла-бла-бла. Все мы отлично знаем таких людей. Ничего не знает о качестве кода, поскольку ничего не создает, но при этом постоянно экспериментирует с новинками. Косвенно такой человек тоже нужен. Ну да. Потому что иначе как ты будешь о чем-то узнавать и реально? То есть, может быть, что-то и подойдет в проект. Хотя на самом деле в большинстве случаев их не любят, потому что нихрена они не делают. Главное, чтобы сам менеджер не был таким чуваком. А то он будет всю команду пересаживать сначала на Go, потом на Rust, потом на Хренаст. Нам вон Саня в наш чатик пишет, что он прочитал эту статью, и он копипастер. Я рад за него. Да. Так, нет ничего. Хорошо срабатывается с любителями переписывать код. Но это адская смесь. Никто ничего не делает. Это, знаешь, практически они сидят, дрочат друг к другу, и все. И ничего не происходит. Зато на новом языке. Да. Спагетти-кодер. Постоянно срезает углы, чтобы соблюсти дедлайн. Вероятно, один из самых продуктивных сотрудников, так как постоянно реализует новые компоненты. Но их даже уже любители переписывать или код, скорее всего, не перепишут. Потому что в досвидос все превратится. Пожди, обычно же это очень плохую окраску имеет. Спагетти-код имеется в виду, что ты быдло кодишь, очень много пишешь. Конечно. Ты несколько вещей в одно место суешь. В PHP прямо вставляешь этот тег-скрипт и эхаешь тег-скрипт, в котором джава-скрипт написано. Вот это прям, это супер-спагетти-код. После такого программиста остается недокументированный, нетестированный код, в котором даже сам автор не сможет разобраться через месяц. Негативную окраску носит. Благосрочный перспектив может принести больше проблем, чем пользы, но отлично соблюдает дедлайн и быстро создает компоненты. Представляешь, вот такого чувака и Макгайвера. И потом продавать Фейсбуку такой стартап, пусть мучается. Главное показать хорошие финансовые результаты за пару кварталов, и все будет хорошо. Можно загрузить все ваши секретные API-кличи в ваш опенсорсный проект на GitHub, потому что самое быстрое и простое решение. Ну, знаем мы такие истории. Плохо уживается с перфекционистом, создает много работы для любителей переписывать код. Псевдокодер. Менеджер, который считает, что сможет лучше объяснить что-то сотрудникам, написав псевдокоп. Коп. Что-то у меня уже всплывают какие-то эти. Действительность выглядит так, как будто он разговаривает с ребенком. Ой, какой милашка, принеси мамочке, он тут красный мячик. Красивый, точнее. Нет, красный. Умница, хороший программист. Ну как, узнали себя в каком-то эти типо? Ну-ка, интересно. Псевдокодер, конечно. В оригинальном есть вот этот призывчик? Нет. Нет призывчика. Это... Наши русские чуваки. Это нам автор, как его, Alconost Incorporated, компания перевела эту статью. А где там... А у нас в Alconost Incorporated сотрудники только там лучшая, самая сбалансированная команда. Как в Варенье 5 на 5 в Вовке. Все лучшие стороны от каждого из классов вот этих вот взяты. И все. Я не знаю, надо какой-то вывод сказать по этой замечательной статье, которая нам очень сильно понравилась. Вывод. Когда ты, короче, сумасшедший, если ты понимаешь, что ты сумасшедший, ты еще не до конца сумасшедший. Ну да, естественно. Вот, и, короче, вот если ты понимаешь, что ты спагетти-кодер, ну ты можешь себя же как-то останавливать, где-то что-то переписать реально. Ну, короче... Чекам себя бить? Да-да-да. Ну, да-да, это осознанность называется. Нужно понимать, кто ты, что у тебя есть голова на плечах. И следующая тема твоя. Давай. Как там, как она звучит-то у нас там? Пятиминутка PHP она у нас звучит. Мы от программирования дальше к программированию переходим. Самое сильное программирование. PHP. В сердце программирования выходим. Вот, не знаю, где нас, хотя я знаю, где нас, конечно, нас на Ютубе, наверное, больше слушают, чем в iTunes подкастах, я так думаю. А практически одинаково. Я тебе скажу, в iTunes подкастах у нас порядка 9 тысяч прослушиваний в месяц. И на Ютубе у каждого ролика по полторы, по две тысячи. А, ну... Роликов четыре в месяц. Получается... Ну, примерно восемь тысяч. Да-да, получается идентично, натурально. Ну вот, и недавно совсем в iTunes появился новый подкаст, который мы увидели, он сразу взлетел за счет того, что он, во-первых, называется «Пятиминутка PHP». Во-первых, он называется «Пятиминутка PHP». Там есть слово «PHP». Это самое главное. Это единственное, что нужно, чтобы в подкаст взлетел. Да, и формат, естественно, короткий. То есть, не такие длинные подкасты, как, я не знаю, у Radio IT, там, на три часа. Даже не так... Так как любые подкасты. Да-да. Подкасты обычно, в принципе, долгие. Не знаю, кстати, почему это так повелось, потому что, ну, просто... Потому что это импровизация и болтология. Да. И импровизация, априори, не может быть быстрой. Ну, она может быть в одном деле, но это лечится. Ну вот, и вот «Пятиминутка PHP» — это немного другой взгляд на подкасты, так скажем. И немного другой взгляд на подачу информации, потому что здесь, как таковой импровизации нет, а в основном это именно текст, который заготовил автор. Ну, он достаточно интересный, там много про PHP реально есть. Мне нравится, что он выкладывает себя на саундклауде, можно послушать. Я не знаю, что еще сказать именно про самого автора. Это наш подписчик или нихрена? Эм... То есть его можно послушать на саундклауде, можно послушать в iTunes подкастах. Да. И можно, знаешь, что еще сделать с ним? Что же? Почитать у него на сайте, получается. У него все задокументировано, у меня все ходы записаны. Кстати, кстати, кстати. И он сделал читать далее. Вот мы с тобой... Мы с тобой... Пока мы смотрели сайт. Разговаривали, да, про этот сайт, когда готовились к подкасту. И у него не было читать далее. У него были просто все эпизоды и все. Подожди, может быть, у него этот? Нет. Ну, в смысле, бывает, когда, знаешь, Jetpack Infinite Scrolling, когда ты скроллишь, и новый пост у тебя подключает. Нет, возможно, он переделал. Короче, у него сайт сделан на теме 2015 WordPress. 2015, да, то есть все круто. То есть он, в принципе, наш. Да, есть у него аккаунт в Твиттере, можно там почитать анонсы. И, может быть, какие-нибудь новости из мира PHP. Мы еще, короче, хотели про его аватарку сказать. Да не только. Я еще хотел сказать, что, в принципе, это, по-моему, он тоже ПТ-сериф. Я сейчас буду... Бушу всех шейфов. Нота-сериф, ненавижу. Я его буду путать теперь, видимо, всегда с ПТ-серифом. А что все начали использовать-то? Тоже не знаю. Ну, вот здесь, например, не нота-сериф, а... Нота-санс. Может быть, это в 2015 пара такая используется. Я не совру, если скажу, что так и есть. Может быть. Да, да-да-да-да-да. То есть он, как настоящий PHP-программист, здесь сделал WordPress. Да, кстати, кстати, да. И, короче, вот давай я про аватарку, что она такая... Во-первых, она со слоником, но не со слоником, а с этим... С мамонтенком. С мамонтенком. Типа PHP, но такое зубастое PHP. Да, я пока ты говоришь, буду открывать просто, чтобы было видно. Наши слушатели в iTunes, обязательно зайдите в iTunes подкасты G. Найдите там 5-минутку PHP, послушайте. Она как раз недолгая, то есть... Она как раз 5-минуток. Да, много времени... И посмотрите на аватарку. Да, тут мамонт, ты говоришь. Да, тут, во-первых, мамонт. Во-вторых, он такой состаренный, типа такой, знаешь... Distressed. Да-да. Винтедж. Да, это должен, знаешь, какой-нибудь Индиана Джонс читать. И... О, мои. Да, о. Доктор Джо. PHP. Да, я имею в виду, что да, мои PHP. Он, на самом деле, сменил чуть-чуть аватарку к следующим выпускам. В последних двух выпусках уже нет состаренности. Он сделал более флэт. Да, и он слово PHP увеличивал как логотип. Да-да-да-да-да. И сделал всё чёрное, а не синее. Хотя мне синее. Бутём на синее больше нравится. Да, потому что это имеет косвенную связь с цветами PHP. Да. И на самом деле синий с жёлтым лучше контрастирует. Угу. Коралловый ещё, может быть, попробовать фуксию. Смотри, смотри, как мы про пятиминутку, про серверный этот, говорим по фронтендерам практически. Да потому что мы же в душе-то с тобой, те самые. Мы Макгайверы. Макгайверы, да. В душе мы именно они. Так вот. Здесь всё за... стенографировано. Весь подкаст есть в текстовом варианте. Хорошо это или плохо? Не знаю. Покажет время. Да. Во-первых, покажет время. На мой взгляд, хорошо. Ну, то есть, оно в любом случае не очень много. Угу. И есть небольшой минус. Ну-ка. Я вот попробую как-то по лезвию пройти. Да. Подкаст действительно неплохой. Если вы сильно следите за PHP, то вам будет полезно. Тем более, что здесь не только про там беспонтовые всякие вещи, типа Пушман, WebSocket Event Manager или Ratchet. Кстати, у нас про Ratchet сегодня в паблике было. Угу. Просто что библиотека, которая для WebSocket. Так вот, здесь ещё и про события в мире PHP, грядущие конференции, там, в Москве, не в Москве, где-то ещё. Так, и какой же ты по лезвию-то хотел? Я по лезвию хотел пройти, что очевидно, что Пётр, чтобы уложиться в хронометраж, хотя здесь вот, например, выпуск номер 4 идёт 8.56. 8.58, точнее. Не 5 минут. Ну, я думаю, за 10 минут он не будет наглеть выходить. Ты думаешь, это наглость будет уже? Конечно. То ли мы за час выходим, но нормально. Вот, да, может быть. Да, но из-за этого создаётся впечатление, точнее, не создаётся впечатление, я практически уверен, готов поставить какие-нибудь денежки, что он читает текст, то есть, чтобы это быстро и убористо звучало, и душа пропадает. Немножко, да? Самую малость. То есть, ты хочешь сказать, вот нас можно налить себе бутылку, налить себе в, значит, в стакан такой квадратный вискарик? Опять же, ирландский или шотландский чай. Да-да-да-да-да. И слушать. А его, то есть, ты хочешь сказать, нельзя? Его надо с подкладку кирпичей слушать или под чё? Под метамфетамины. Под металлкор. Да, и полили под металлкор. В смысле, что на спидах. В смысле, что, наверное, ты быстро это воспринял, и вперёд на... На Zen Framework. Или на... Чёрт, я хотел... Пушман. Вот, на Пушман библиотеку. Пушман. Пушман это какой-то чувак, который наркотики толкает. Еврей. Да-да-да. Ну, неплохо, да. Поэтому мы Петру всяческих успехов желаем. Я думаю, что проект будет развиваться. Может быть, перерастёт в полноценный комьюнити-блог. Знаешь, мы почему ещё желаем? Тем, что он взял такой формат подкаста. Это же достаточно, ну, узкий, узко-специальный такой формат. PHP, я имею в виду. То есть он не стал делать... Или 5-минутка, ты имеешь в виду. Именно сами подкасты. То есть он не стал делать какие-то там ролики опять. Install Drivers, не стал... Да, не стал, как мы, унылить там под нос и что-то бубнить. Да-да-да. Ну и всё, собственно, давай дальше. Тут же не хочется уходить на следующую тему. Внимание, DabDabDC2015 сегодня вечером. Воу! Ким Кук представит нам вместе со своими друзьями. Со своими друзьями. Да, вместе со своими... Вместе со своими он представит нам разные... Ты опять про свой Apple? Или что? Или это реально громкое событие будет? Ну, как это? Громкое. У меня самое громкое будет событие. Соседи все мне будут по этим, по трубам встречать. Опять свои... Ну, то есть реально... Включил. То есть реально, кто не знает, это охренеть какое событие, которое можно смотреть только на Apple девайсах. Ты думаешь, опять только на Apple девайсах? Ну, к сожалению. Ну, хорошо. Будут всяческие трансляции от наших любимых российских блогеров. Толстых блогеров. Толстых блогеров. Да, да, да. Кстати, он же, по-моему, это, побрился. Ну, собственно, что у него отросло? Собственно, сирия, потому что на русском. Да, да, да. В общем, вот вы здесь видите, готовят плокатики. Так. Мы уже, кстати, косвенно это говорили, какая-то темка была, что тут материальщиной попахивает в логотипе-то. И цветами, и вообще, и прозрачностями этими? Или чем? Или... Ну, видишь, тут теньки есть. И один вот этот фрагмент над другим, кругляшки, подозрительно выше. Может быть, это Стёп, конечно, очень тонкий? Не, я думаю, это просто тренд. Вау. Ну, может быть, может быть. Стёп и тренд, смотри, как рядом. И Стёп. Ещё? И Стёп. Ну, 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 и чё? Вот, так вот, так вот, так вот. Сразу скажем, будет новая iOS 9. Ну, анонс, естественно, там супер там бета будет доступна там later June. И, как обычно, к сентябрю, к новому iPhone будет релиз для широких масс. Я боюсь, что не будет нововведений так крутых в iOS 9. Или ты мне сейчас опровергнешь? Однюдь опровергну. Я ещё сейчас добавлю, что будет OS X, новая 11 версия. Будет не iOS 7, у тебя какой-нибудь новый курорт. Mac OS X Yellowstone. Вау. Будет прям парк, как вот, заповедник нахрен на Вулкане. Если угадаю, меня будут больше ценить, чем китайцы этого, которые там всё предсказывают. Да, да, и чем осьминога Пауля. Да, да. Да, я вот, кстати, знал, что Барселона у Ювентуса выиграет тренинг чемпионов. Да ладно? Только я один, кстати, это знал. Ну, Буфон сказал, что он будет как никогда стоять на воротах, но не удалюсь. Он на чьих хоть стоял? Не знаю. Он, в принципе, такой старый, что он мог уже в Барселону пойти встать просто. Что он мог лежать на воротах. Да, да, в принципе. Будет представлена новая версия iTunes Radio, которая нам была представлена в iOS 8, но она не работает в России, поэтому мы ничего не можем сказать. Но это типа Suggestion Service, как Pandora, как Spotify, который... Давай для русских людей, скажем, что просто он будет предлагать музыку, да? Да, он будет предлагать на основе того, что ты сейчас слушаешь, что ты послушал, следующий трек тебе в то же настроение. А это за деньги будет? Я не скажу тебе сейчас, сейчас он платный или нет. Повторюсь, он работает в UK, в US. Понятно. В общем, в нормальных цивилизованных странах. Там, где вот радужные можно логотипы всякие, используют. Там, где Тим Кук. Да, там, где Тим Кук со своими дружками. Так вот, будут какие-то изменения в Apple Pay, скорее всего, про HomeKit говорят. Тут будет API для ПО, для умного дома. Ну, 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 то есть прям будут они. Ну, давай чуть-чуть поподробнее. Кстати, скорее всего, Apple TV и новый стриминговый сервис типа Apple Flix или HB Apple. Так, не знаю, как они его назовут, не будет представлен в этот раз. Не успевают, ребята. В смысле, то есть из Game of Thrones пока по времени уже есть? HBO науто есть давно, но он есть просто как кнопка в Apple TV. А аналитики предпочитают думать, что Apple выйдет на кабельный рынок и непосредственно будет Apple стриминг, которым ты будешь платить каждый месяц там 15-20 баксов и получать кучу контента. Не, ну они сами все деньги отнимают, пока они это... Они хотят пушечку сделать, возможно. То есть они отнимут у себя, если сделают недоделанное дерьмо. Если они... Понимаешь, они скатываются. Как вот делать телепроект? Ты сел и все скатывается до того, что чипсы с телеком смотрят, просто рестлинг включают под пивкой и не могут работать. Очень сложно что-то делать для телевизора, ты просто начинаешь его смотреть, как бы, ну и все. Новый Apple TV тоже как-то не задается. Они включают, да, есть слухи, что в новом Apple TV будет полноценный App Store. App Store, да? App Store. То есть будут какие-то приложения? Да, будут приложения, будет полноценный пульт, практически как iPhone, Touch Pult. То есть вот не вот эти три кнопки там, которые у тебя... Да, 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 алюминиевый вот этот пультик беспонтовый, а полноценный Touch Pult. И вообще, что прямо Apple TV полноценно войдет в инфраструктуру Apple, она и сейчас как бы в ней, но да. И самое главное, игрульки будут. То есть, грубо говоря, Apple TV это консоль получится, понимаешь, да? У тебя в руках контроллер беспроводной, а там у тебя Angry Birds. Это ужасное отжирание денег у других производителей. И у себя они опять же денежки отнимают, как ты говоришь. Как я и сказал. Да, да. Но, видишь, они хотят сделать пушечку, я ничего не могу поделать, поэтому... В iOS 9 обещают новые фичи, называется ProActive, которая зеркалирует Google Now, к сожалению. Пришло время Apple воровать идеи. То есть, вот этот Spotlight Search? Spotlight Search уберут, который сверху выползает, ты там что-нибудь пишешь, там, Путин, и он тебе, если у тебя на телефоне нет ничего связанного с Путиным вдруг, он, во-первых, скажет ай-яй-яй, а во-вторых, откроет на Вики или что-то еще. То есть, там, в принципе, он тоже типа умный, но вот ProActive будет прям самый умный, он сразу тебе контакты подскажет, какие нам, если да, на картах, мэпс, ну и так далее. То есть, он будет тебе советовать, там будут показываться ближайшие твои события на календаре, то есть, что-то типа центра уведомлений, не только интерактивного, прям сильно интерактивного. Я думаю, они как-то даже с центром уведомлений совместят. Сейчас, если угадают, то опять же, скорее всего, гений. Да, будут внедрять новые фичи в карты, маршрут, там всякое такое, я имею в виду общественного транспорта. До нас, как обычно, может быть, не дойдет, или если они задружились с Яндексом прям по полной, то сразу и будет у нас просто через Яндекс, через этого провайдера. Через Яндекс пробки, да? Ну, я не знаю, через Яндекс пробки, мы об общественном транспорте сейчас говорим, опять же. Но, может быть, кстати, пробки тоже включат. То есть, тут такое. И про Force Touch обещают API добавить. Нет, что косвенно намекает, что в новых айфонечках будет Force Touch. Это когда ты силой жмешь, тебе отжимается в руку обратно, и это новый жест. Ну, конечно, если они хотят его добавить. Это же как бы вообще-то про железо. Ну, да, 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 поэтому это будет как бы в сентябре, но здесь нам скажут, что есть API для Force Touch и все такое. ОСТ новая, бла-бла-бла, хотят все сервисы, типа заметки, напоминания и календари сделать в iCloud Drive. То есть, iCloud просто, iCloud документы сделали в iCloud Drive после E7, если ты помнишь. Так. Ну, то есть, грубо говоря, сделали как Google Drive, как OneDrive у Microsoft, полноценную виртуальную флешку. И вот хотят в нее тоже заметки, вот это все интегрировать, чтобы они, видимо, по одному протоколу увеличить безопасность, как здесь сказано, на... Вы поняли. Хотят немножечко поиграть с правами на ядро. Система называется rootless. В смысле, с правами? Реально, с рутовыми правами и так далее. Чтобы не было ни у кого сильно возможности ломануть тебя. Чтобы, видимо, дать рутовые права надо будет теперь через все инстанции пройти. До Путина дойти, опять же, и только тогда разрешат. Может быть. Может быть, откажут без объяснения причины. Native Apple Watch Apps все обещают, что наконец-то они дописали API для работы с непосредственно сенсорами, потому что сейчас все еще нельзя писать приложение, которое будет использовать пульсовые сенсоры и так далее. Только нативный спорт. А почему? Ну, потому что они не успели API дописать. То есть, они работают над этим. Я же говорил, что второе поколение часов будет прям бомба. Его надо будет брать. Первое пока обкаточка. Понятно. То есть, натив в прямом смысле слова. Реально? Да. То есть, сейчас Apple Watch полностью зависимы от iPhone и только как тонкий клиент работает прям вообще, как тонкий клиент и ничего более. Мы с тобой обсуждали неделю назад или когда мы результаты Google I.O. обсуждали, что типа можно будет косвенно им подстраиваться под то, что показали Google и немножечко доработать свое. Вот будут теперь приложения, которые ставятся прямо в часы, не через iPhone, там половина на iPhone и половина на часах, а именно полностью ставятся на часы и работают непосредственно с часовым железом. То есть, прям расширяют горизонты. Здесь, опять же, можно судить о том, что они так хотят подогреть интерес и сейчас будет вторая новая волна покупок Apple Watch. Ну, то есть, кто-то еще ломался, тут уже всем прям сломается и они двойной барыш соберут, условно говоря. Может, специально закрывали. А может быть, халатность. То есть, реально, не дописали API и как бы... Скорее. И решили совместить сразу приятное с полезным, как Тим Кук это обычно делает. New Streaming Music Service, они все-таки, да, мы уже обсудили, что это причем... Я не знаю, как они с iTunes Radio, это совместят, но здесь это два отдельных заголовка, что будет какой-то подписочный сервис, который, когда они Beats Music купили, переделывают в Apple Music, там, условно. Apple Stream Pay HomeKit. Все, про это мы про все сказали. Сегодня у нас, по-моему, что-то типа в 8 ПМСК или в 9 ПМСК. Ты хочешь сказать, сегодня это уже? Ну, конечно. Я хочу... Почему мы это сегодня обсуждаем? Ужас. То есть, вместо подкаста все будут смотреть в ВВДЦ? Скорее всего. Придется как-то конкурировать. Ай. А через неделю, ты представь, что будет? Че? Мы будем только это обсуждать, весь подкаст. Зачем? Новые релизы. Сейчас никто не придет. Да, да. Ну, ну ладно. Ну. Может быть, не будем. Подожди, это все? А там была какая-то... А, это все? Это все? Как ты, наверное, я дам говорил. Сейчас реально вся армия людей, такие, знаешь, которые перебежцы из Apple, там, в другие сторонние фирмы. Они скажут, вот ничего нового, опять ничего не придумали, свои Apple, только деньги грибут. Да, так и скажут. Они всегда это говорят, не важно, что ты. Даже если бы Apple собственный телевизор сделали, то это, скорее всего, была бы, по их версии, улучшенная версия Samsung Smart TV LG. Да, 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 да. Ну, в общем, на самом деле же, просто упрощают нам жизнь и, опять же, грибут деньги. Ну, да, упрощают. Да. Следующая тема. Следующая тема, а мы же хотели очень грамотно на нее перейти, или... Нет, нет, мы чуть-чуть сейчас опять флешбекнемся в Apple, но я не хотел прям плавный переход. Я хотел с места в карьеру, а потом чуть-чуть на место. Ход с карьеры. Ход с воп. Ну, давай. Это твоя тема. А, нет, я имею в виду, что ты про то-то. А, сначала я скажу, про то-то я в конце скажу, да, после этого. Про то-то после этого. Кстати, после того места опять будет в карьер, потому что у нас там следующая вкладочка, она продолжает вот эту тему. Тут прям хитро, тут как у Достоевского композиция закрученная, кольцевая, хренцевая, кульминация. Вот сейчас кульминация. Охренеть. Короче, кульминация, естественно, про Google. Вот этот шрифт Роботу, о котором мы говорили в прошлом подкасте, который наконец-то ввели в Ютубе. Так. Который, ну вот в Андроиде, все знают, что он Андроидовский в основном. Значит, и, мне нравится, и Chrome. То есть, какие-то фоны. В Google Chrome, возможно, меню настроек там тоже сработают. Там тоже, да? Ну, да. Сейчас, наконец-то, open source нули. Хотя, что наконец-то, я не знаю. То есть, все могут использовать работу вот эту. Ну, open source нули, все могут еще и контрибьютировать туда. Вот не нравится тебе, как буква А выглядит. Ты идешь, здесь ссылка на репозиторий гитхабовский. И ты идешь и подправляешь буква А. Если твой pull request примут, то вот. Так это, тебе нужно быть охренеть каким чуваком, знаешь, супер, супер профессионалом в шрифтах, чтобы что-то там поправить. Ты можешь чего Тим Кука спросить, как такие дела делать. Он тебе расскажет, что ты взрослый мальчик, знаешь, как это происходит. То есть, этот шрифт я сейчас могу абсолютно бесплатно из Google шрифтов подключить к себе на сайт, да? Ты можешь его форкнуть, исправить буква А и подключить свою работу Никита Эдишн к себе на сайт. Нет, а их-то могу версию подключить? Их версию ты всегда можешь через Google Fonts подключить. А, ну все, все тогда. У нас, кстати, на новой версии Uweb Design работа. К сожалению. Я не знаю, это ужас, я не знаю, что. Выглядит неплохо. Я даже не знаю, там даже работа слаб для заголовков. Прям как музео слаб с засетчиками, красиво. Я, ты понимаешь, я мутирую немного. У меня уже новый портак на руке. Мы вместо VVDC скоро не будем уже смотреть. Да, но мы же уже подвели итоги Google I.O. В следующий раз также с предвкушением будем ждать через год. Так вот, это мы в карьер, а сейчас опять на место. Ну-ка. В новых версиях iOS и OS X по слухам, по слухам, точно пока непонятно, будет шрифт в Сан-Франциско, воу, тот, который в Apple Watch сейчас используется. Так, и чё? Так вот, на взгляд, от гильветики не отличишь, но на самом деле, конечно, отличишь, он уже намного, он очень похож на работа, опять же. Смотри, он получается без засечек. Естественно. А работа? Как и гильветика, работа тоже без засечек. Ага. Так, стоп, я хотел, знаешь, у нас на неделе мы между подкастами, так скажем, думали. Мы думаем между подкастами? Мы думали, что, короче говоря, YouTube-то сделали с работу, а вот их основной поставщик денег Google.com, то есть... Google Search, да, поиск непосредственно. То есть поиск, он-то все еще не на работе, он вообще... Все еще на Arial. Да. И чё? Не знаю чё, давай напишем, и чё? Вот именно в твоей интонации. Пусть туда Сан-Франциско сделают. Не знаю, это надо на дряблый делать редизайн Google Search из Сан-Франциско. Согласен. И прям мосты там на задний фон вместо белого этого. Ну, короче, все как вот, чтобы старики не разобрались, вышли, и не было ни одного денег, ни одной деньги с Google рекламы. Так вот, Сан-Франциско почему ввели? Потому что он узенький и больше вмещается в строку Apple Watch маленький экранчик. Все понятно. Будут также в iOS и OS X скорее всего включать. Ну да. На клавиатурике MacBook нового 2012-го, ой, 12-го, 15-го, 12-дюймового я хотел сказать, я как-то хочется сказать, почему у меня 12 вдруг в голове сплыло. Уже вот гравировочки именно Сан-Франциско. Слушай, мне кажется, это даже отдельный человек, особая работа, это работа, опять же, особая работа заниматься тем, что делать шрифт для клавиатуры. Он же по-другому вообще воспринимается, видится, как бы чувствуется. Ну вот Сан-Франциско тоже. Видимо, они решили наоборот упразднить того самого крутого человека, который искал просто впихать тот же шрифт и все. Понятно. Да, нормально, скажешь. и логотип верча вот так здесь прям аккуратненько этим вотермарком. Я вот сейчас только заметил. Так вот, это мы опять на место и теперь опять в карьер. Появился шрифт работа моно. Вау. И это можно будет для этих кодов, для кодов, да. И что это нам дает? Нам ничего. Просто они круто сочетаются с обычными работами. Представляешь, это они делают какой-нибудь свой там что-нибудь с кодами. Они мир захватывать собираются. Google Code закрыли. Да нет, они... И работа моно наконец-то выпустил. Они закрывают всякую хрень и вот у них освобождаются люди вот на вот это вот. Ну, это неплохо, почему бы и нет. Кристиан Робертсон, он не зря свой хлеб ест, потому что это все его шрифты. Работа Condensed, Работа Slab. Вот этот у нас для заголовочков будет. Неплохо выглядит. И что самое крутое, кириллицы в них во всех есть. Да, да. Поддерживают производить. Вот она, да. Молодцы. Прям Кристиан Робертсон, жму руку, из всех команд, из всех людей. Возможно, когда делал работу, он еще даже не знал, что в Google попадет случайно. Да. Угодит в эти сети. Его купили? Видимо, да, не знаю, но прям вот. Кстати, сегодня подкаст будет еще длиннее, чем обычно. Все темы слишком вкусные, ничего не можем пропустить, поэтому... А может быть, ты зря сейчас, может мы сейчас пролетим как фанера как швед под Полтавой? Катар 2022. А к чему это вообще? Ой, я тебе сейчас всю предысторию расскажу. Мы же политику обычно в подкастах не трогаем. Вот сейчас потрогаем чуть-чуть за мягкое. Ну-ка. Ты же знаешь, что две недели уже разговаривает про вот этот коррупционный скандал FIFA? Угу. Что, дескать, ФБР еще с 2010 года вела расследование за вот этим парнем или за FIFA? За Йозефом Блаттом в частности, как... Видите, тогда он был еще президентом FIFA. Два дня назад он все-таки ушел в отставку. После того, как его пятый раз избрали законно, он все-таки ушел в отставку. Видимо, давление оказалось слишком сильно. Но он достаточно стар. Ну, в принципе, да. Стар и слаб. Так вот. И расследование говорит о том, что, скорее всего, вдруг 2018 года чемпионат мира в России, 2022-го в Катаре, не настоящий, как царь. В смысле? В смысле, что купленные не должны не были там проводиться, а должны были в США и в Британии. То есть, это же как-то выбирается? Это выбирается, но типа все купленные. И что на самом деле вот только США и Британия подходят под это дело. Так, ну окей, это скандал нормальный такой. Так вот. Из этого скандала следует, что, по крайней мере, сейчас FIFA заявляет, что у нас не отнимут чемпионат 2018 года, но вообще все брызжут слюной, что прям Россию накал и не надо ничего нигде проводить. И про Катар тоже. Про Россию, видимо, уже смирились, уже все-таки начали стадионы строить и так далее, а в Катаре только еще собираются. И прямо такая компания активная, анти-катаровский чемпионат развернулась в интернетах, начали рисовать логотипы для спонсоров. И мы-то, почему, собственно, эта тема попала к нам? Потому что логотипы интересные. UX. Они, во-первых, да, во-вторых, там inspiration полный. Ну, то есть, ну, как бы, да, интересные логотипы. Вот, например, Coca-Cola Make it Happy. Proudly supporting the human rights abuses of World Cup 2022. То есть, они имеют в виду, что, значит, так скажем, Катар весь на рабах строится. Что, да, очень много людей из Непала, у которых отобрали паспорта, как у проституток. Может быть, проституток тоже много из Непала. Может быть, у них не было просто паспортов изначально. Тоже может быть. И что у них, дескать, такие долги, что они теперь эти долги отрабатывают под 50-градусной жирой, строя стадионы. для Coca-Cola рекламы. Но нет, ну, как бы, это, спонсоры-то известны. То есть, спонсоры сейчас не имеют ничего, как бы, общего к этому. Это просто через спонсоров до нас хотят донести это, что, типа, все плохо в Катаре. Так, ну, мне понравилось, что они из бутылочек сделали такие решеточки для заключенных. Да, да, небо в клеточку. Причем, почему-то поперечных нет. Детки могут пролезть между ними. А может быть, это не решетка, или все-таки реально решетка. Это, понимаешь, это именно в клетках, в которых реально держат рабов. То есть, там не надо, чтобы было... Там, может быть, это только окошечко такое. И оно, как бы, ну, вот диаметром с руку мою. А у меня рука, кстати, круглая, у нее диаметр есть. Окей, давай дальше. Вот это прям, это тоже Coca-Cola. И тут прям изящно. Реально круто сделали. На самом деле, это типа волны, вот в этой Coca-Cola, на самом деле. Да, да, на самом деле, это волна в стакане, грубо говоря, что у тебя вот колышется газировочка в стакане, а тут вот руки в наручниках. На самом деле, вот этих людей, у них же откуда-то появились эти долги в Непале. Так. Они сами виноваты, это капитализм. Ужасно. Так бывает. Тем более, это капитализм с ближневосточным окрасом. Как Мао говорил, что у них коммунизм с китайским акцентом или с китайским окрасом, вот у них с ближневосточным акцентом нас закроют, наш подкаст, скорее всего. Вот Макдональдс, здесь хлысты по Индиане Джонсу. Видишь, здесь везде подпись «Гордый спонсор прав человека», точнее, нарушений прав человека в катере. Ну да. Ну да. Адидас, например, есть. Тоже... Не, Адидас слишком мрачный. Там, как ты знаешь, более социально, ну и чё, ну да, да. Да, тут прям вообще всё плохо, тут уже мы все умрём. Зажестили, тут дедметал. Вот тут круто. Это круто. Тут, может быть, чуть-чуть переборщили виза, вот это тоже. Виза хорошо, хорошо. Это они типа держат, да, эти буковки? Несут, да. Да, несут, уже всё уже, измождённые. Смотри, здесь Кеннеди что-то. Да, ладно, ладно. Кеннеди хипстер. Хендай, да, здесь тоже руки с наручниками. Не, ну это уже не новая идея, если они слезали у Кока-колы, то... Да, может быть, это всё один и тот же чувак за бабки всё сделай, Бодвайзер. You can't be the king without slaves. Интересно, как на самом деле... Как на самом деле... Давай послушаем. У Бодвайзера звучит... Послушаем. Давай послушаем, как у Бодвайзера. Это пиво вообще, кто не знает? Э. Мы не рекламируем. Лицам только после 18 лет употребление может там бла-бла-бла. Нанести вред. Нет, это чешский Бодвайзер. А ты чё? Хотел американский? Это два разных. Я помню. И у нас, видимо, нету статьи в русской вики про тот самый Бодвайзер. В английской есть американский лагер. Есть у них здесь девиз? Нету. Ну это надо на official website, наверное, найти. Или в картинках. Надо было в картинках на Бодвайзер смотреть просто. И там было бы рекламное лого и... Ну давай я на сайт зайду. Ну чисто по приколу. Хоть сайт посмотрим. С 876 года компания существует. У них флешный. Редкостная моча, на самом деле, к сожалению. Ну, собственно... 17 января у меня 91-го года. Могу посетить? Можешь. Вау, сразу бургер. Знают, как... Эх, я не могу. Девиза нет. Алло бренд. Эх, все красное. Алло адс. Адс именно. Мы причем... Мы причем, когда... Мы же обсуждали с тобой про еду сайты и про... Да, да. Очень конверсионно, все правильно сделано. Не вижу девиза. Да, вот девиза нет. Это не конверсионно. Вот смотри, пустое место как раз под девизу не в хедере. Не понятно. Кстати, адаптивный сайт, не адаптивный? Так, меня же там учили. Сейчас я микрофон положу. Ну-ка, давай комбинация клавиш. Да, пополам делать. Да, адаптивный. Курсовцы. Полный экран, брат. Да, да, да. Вернемся к катеру. Кия. Это они, типа, что, забираются, висят уже, повешились, или, типа, им так тяжело, что они уже падают там. Это, кстати, как-то не очень понятно мне. Да, да, да. Это они... Органисты какие-то скорее. Люди довольно выглядят, те, которые собираются. Нравится им на кирсе. Мне кажется, они просто активный отдых у них. То есть, ты понимаешь, да, что это, как бы, не то чтобы стёп, это социальная... Это не стёп, это антиреклама. Социальная антиреклама не только американских производителей, но ещё и... любых, конечно, просто всех. Всех, да. Вот Sony, ещё один McDonald's, да-да-да-да. Ещё один Adidas. Вот это моя любимая, мне больше всего понравилась. Только это больше как-то к ИГИЛу подходит. Но тут... Не знаю, больше всего есть гранаты. То есть, ты что, их гранатами держишь, что ли? Ну, кнуты как-то более понятны, но это всё равно прикольно. Следующая тема у нас тоже касается картинок, фотографий и... Но теперь мы... И нарушений прав человека, Теперь о весёлом, о весёлом на самом деле. Все, наверняка все, кто слушает подкаст, знают про unsplash.com. Сервис можно назвать уже сервисом. По бесплатным картинкам, которые можно использовать везде, с любыми надписями, с любым всем. Да-да-да-да-да-да, у них лицензия CC 2.0 или 3.0, не помню. Ну, короче говоря, если хотите, можете указать авторство, автор будет не против. Но если что, можете не указывать. CC 0, вот, всё вспомню. И они сделали, так скажем, отдельную, отдельный лендинг, такой небольшой. Ну, я даже не лендинг, я не знаю, как это... вот тут типа лендинга, да. Короче, о том, что им 2 года и какие они крутые. Вот как ты думаешь, почему ссылочка на лендинг звучит так? 730.unsplash.com. Вот, кстати, кайверсный вопрос. Сильно кайверсный. 830, это 365 умножить на 2. Это 2 года в днях. Блин. Вау. Так вот, и они здесь пишут о том, что тут, во-первых, будет такой некий слайдерик, на котором они пишут о своих успехах. Я сейчас на полсекундочки буквально отойду. Давай. Что у них 15 тысяч фотографий, 30 миллионов скачиваний этих фотографий, 8 тысяч фотограф... фотооператоров, так скажем. которые сделали фотографии. И что же дальше? А дальше... Во-первых, это все, причем на фоне их самых скачиваемых фотографий идет. Вообще так, если понимать. Там вот в правом нижнем углу написано. А в левом нижнем углу показано, кто автор этих самых скачиваемых фотографий. Да-да-да. Так вот, короче говоря, у них этого Мишку 60 тысяч раз скачали. А что-то как-то не очень много, на самом деле. Тысяч? Это миллионов. А, это 60 миллионов? Да, это 60 миллионов. 32, точнее, миллиона. Откуда ты 60 взял? Нет. 200 тысяч? Ну да. А, 32 миллиона всего. Это всего, конечно. Да нет, на самом деле, ты не преувеличивай известность этого, как ты выразился, сервиса. Его реально мало знают. Окей, окей, ладно. Значит, 32 миллиона, но это уже какие-то, какие-то... Если на фотоаппаратик нажать, что будет просто главное? Так и думал. Угу. 15 тысяч фото, отправленными 8 тысячами фотографиров. Фотографиров, да. Далее. Вот это у меня была как-то раз в одном из подкастов или в одном из скринкастов была эта картинка. 5 с половиной тысяч просмотров за минуту. Сколько-то там 52 коллекции чего? Которые курируются самыми влиятельными создателями в мире. В мире, да. Короче, мы говорим пока тумблер-блогу вот с этими фотками, да? И что делаем? И ничего не делаем. И делаем полноценную типа соцсеть. То есть можно зарегистрироваться. Каждый может создать своему. Вот на заднем плане мы видим фид Джонаса Нильсона. То есть можно зайти на каждого. Вот, кстати, того самого чувака, который здесь снизу. Если мы на него перейдем в отдельные вкладки, то будет 404. Оу. Не знаю, почему. Я просто к своему стыду помню только у Павловы. У нашей любимой ее есть страница. То есть здесь можно ссылочку сведать. У меня вот тоже подо мной Зойдин Александр Гончаров. Но я еще не залил туда картиночек, к сожалению, поэтому не могу похвастаться вам своим фидом. Но вот у нее есть и это ее фотографии. То есть... Не, ну ты так сильно быстро-то не скролил. Да, ну ты все их видели. Конечно. Я их до дыр засмотрел, поэтому... Че мне? Подождим. Да. Давай вернемся обратно на Ландуху. Ну, короче, я просто хотел спросить, есть ли какие-то стандарты? Ведь все такие фотографии сделаны как-то одинаково. Эти стандарты называются... Люди, которые сюда заходят, им нравится такое, они делают такое же. Ага, понятно. Как тебе такой стандарт? Ну, на самом деле, там есть премодерация. То есть, ну, чуваки из Крю, которые сделали этот стартап, канадцы, они модерируют это все, поэтому они более-менее соблюдают. У них есть пост в блоге, как раз на блоге Крю, что ньюанс плэш, профили и статистика. То есть, когда вы создаете свой профиль, заливаете туда что-то, у вас потом есть статы. Есть у них картиночка статов? Нету карти... Вот. Вот. То есть, сколько скачек, какой-то в топах там, какого числа опубликовано, и так далее. можно будет мерить с всяким? Да, вот, видишь, Люк Чессер, есть фичерд, это если вдруг его... Или он сам фичерит, или если его фоточки фичерили. Судя по всему, его фоточки фичерили. Угу. Вот. И all, также есть возможность вот такой вид выбрать. Ну, короче говоря, вы понимаете, как это все выглядит. Статов, статы, видимо, только ему открыт. Окей. Подожди, подожди. Да ладно. Статы, да. Статы только пользователи открыты. Давай досмотрим до конца слайдер. Давай. Короче, мы делаем поиск. Ну, они сделали поиск, наконец-то, по тегам. Я вот для этого сторонний сервис раньше использовал, который искал по тегам не только на сплэше, кстати, пексельс. Вот. Но теперь у них есть встроенный свой поиск. И ты, когда картиночку сабмитишь, ты теги сам прописываешь. природа, девушка, Лондон, утро, Париж, вечер, Москва. Питер. No filter. Makeup. Окей. Так, далее. Короче говоря, они показывают, что есть блог Made with Unsplash. И там работы, которые именно используют картиночки Unsplash, которые нравятся чувакам. Ну, как я и говорил, можете писать. А можно сабмит и линк сделать. Наши цитаты надо туда закинуть. Точно. Все цитаты наши, в принципе, туда залетают спокойно. Да. Попадают под это. То есть здесь можно, если вы в своих макапах каких-нибудь где-то использовали и чувакам понравится, то прям вы попадете сюда и будет круто. Мы, я даже не знаю, на что оставить ссылку в описании. Наверное, вот этот лендинг, а из него уже можно перейти куда угодно. И вот, кстати, это важно. Важный, так скажем, слайд. Мне просто интересно, чуваки-то бабки вообще делают на Unsplash.com? На Unsplash.com нет. Они ведут внизу, что они, это продукт компании Crew. Компания Crew, это ребята, которые курируют стартап. То есть их основной проект это вот этот вот стартап-генератор. Когда тебя, у тебя есть идея, тебя сводят с командой или если у тебя есть команда, тебя сводят с людьми и так далее. То есть у них там мини-мини бизнес-инкубатор для супер-хипстеров со всего мира, которые могут это все. Вот они конвертируют всех пользователей Unsplash'а в своих пользователей сервиса Crew. А вот на этом они уже зарабатывают деньги. Просто потому, что ты же понимаешь, что чтобы хранить картиночки надо хотя бы заплатить за CDN. Они были раньше на Амазоне, теперь не на Амазоне. Не скажу где, но не на Амазоне. Поэтому, видимо, да, они тоже столкнулись с этой проблемой. Но ты видишь, здесь максимум от сотни тысяч идет количество загрузок. Поэтому, возможно, не все так плохо. Возможно, можно жить как... На SmartAid. Да, скорее всего, просто на безлимитный хостинг все это закинуть и спокойно. И нормально будет. Да, да, да. Типа, их картинки используют такие громкие большие чуваки типа Volvo, Adobe, Facebook and more. And more хороший такой чувак. Я видел их работу, да. Все, говорят всем спасибо, все свободны, что все круто вообще. Спасибо, что контрибьюдите фотки. Ваши работы, это прям круто. Все бы это было невозможно без вас. Да. И что же будет дальше в 2015? А в 2015 они хотят, как обычно, сделать такой буклет. Все, мне кажется, фотограферы делают буклетик такой, типа книгу. Да, да, книгу. Да не только фотограферы. Вспомни, с Machine Magazine уже пять книг выпустили. Угу. С сборник лучших статей с их сайта по поводу того, как там... Угу. Да и не только. Много кто-то делает. Можно подписаться у них здесь на book.ansplash.com, чтобы тебе новости пришли. Будет книга, я так понимаю, с работами. Честно сказать, ну тут, видишь, пока непонятно, что здесь будет. Sometimes it's the smallest things that end up being big. Знаешь, короче, вот мне интересно просто, могут ли такие чуваки, да, типа unsplash'а? Ну, то есть, ладно, какие-нибудь Apple после 10 лет делают охрененно крутой лендинг, там, и все грустные, со слезками, и с улыбками радости, там, и так далее. Аплодисменты. Аплодисменты. А тут, как бы, вот, это значит, ты год, год про, там, не знаю, год попрограммировал, а потом говоришь, ну, я знаете, как начинал, я вот начинал, там, то, 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 вот, это так же выглядит, два года всего. Нет, но они имеют право, в конце концов, вот мы же их обсуждаем сейчас. Ну да. Понимаешь, то есть мы, нам никто, ничего, никак, мы сами это захотели, потому что мы прям, я их сильно люблю, я прям их вот, я не знаю, описать свои чувства к ним, они прекрасны. Их блог, который именно, их блог комьюнити, который блог.пикрю.ком, он прям мою жизнь сто тысяч раз изменил, там суперские статьи, это, это очень круто. Там именно статьи, именно контент очень крутой, Да, там управление командами, жизненная мотивация, всякие такие вещи, прям, это круто, это прям, для меня их вот тот блог несет, если, не такую же ценность, как Unsplash, что может быть даже и большую. Хотя на Unsplash я захожу минимум несколько раз в день, потому что, во-первых, цитаты, во-вторых, просто. Просто, просто. Просто, просто, да. Ну, давай дальше, чё, к нашему. Это такая ода любви у нас была, небольшая. Опять же, после Тима Кука еще один такой сполох про любовь. Да, и следующий у нас блок новостей про WordPress. Ну, немного, я так понимаю. Опять же, если вы, вам мало нашего блока про WordPress, вы хотите про PHP, обязательно зацените подкаст «Пятиминутка.php». Угу. Там тоже на WordPress блоге сделано. Да, да, да. То есть, там тоже круто, но это так. Немножечко еще флэш, флэш реклама и флэш интервью еще. «Меню кастомайзер официально прополз for merge into WordPress 4.3». Я не помню, мы с тобой обсуждали это или нет. Возможно, обсуждали. Что чё? Что в WordPress 4.3 собираются вкинуть вот этот плагин «Меню кастомайзер», в ядро хотят его включить. Короче говоря, в кастомайзере можно будет меню менять, исправлять, добавлять ссылки и так далее. Не помню, обсуждали или не обсуждали. Возможно, мы просто плевались и поэтому я это как бы выплюнул в подкасте и больше не говорил. Да, 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 да. Потому что на самом деле, конечно, мне не нравится тренд с уходом всего в кастомайзер, всех и вся. Поэтому не знаю, что тут скажешь, но вот будет. И это тогда, какого это числа было? 3 июня советовали включить и 5 июня уже прямо вот быстренько скорее всего, скорее всего. Здесь есть несколько вещей всего-то. Завершить аудит, устранить блокеры, добавить PHP тестов, добавить JS тестов. то есть, это знаешь, как надо всего-то просто все сделать и все. Надо начать и закончить. Да, да. Подожди, а что это будет? Еще раз. То есть, для обычных людей. в кастомайзер можно будет зайти и в меню поменять ссылки. Не нужно будет заходить appearance menu, как там, внешний вид меню в админочке. Просто ты это можешь сделать из кастомайзера. Своим меню locations добавить разное меню и добавить в те ссылки. То есть, как обычно, ссылки, посты, страницы, категории, теги. Ну, это потихоньку, в общем, они туда все переносят и переносят и переносят. Как обычно, как обычно. Ну, вот, я даже не знаю, как это прокомментировать. Дальше, то я хоть не про кастомайзер будет еще, следующая новость. Нет, но почти. VP Shout выпускает новый плагин, который отображает все размеры изображений. На самом деле, это круто, объясню почему. Многие темы, премиум темы, отличаются от обычных тем, кроме там, кучи настроек, всякого того и так далее, огромным количеством разных типов, размеров изображений, которые они используют. Знаешь, типа, ну вот дефолтный есть thumbnail, medium, large и оригинал, да, 150, 300, 500 и оригинал. А, ну и large, он еще руководствуется переменной content size, который ты в PHP можешь задать, и тогда у large будет ширина, равная вот этому твоему content size. Но это так, это тонкость, и сейчас не об этом. По дефолту вот их 4 штуки, а в некоторых темах, допустим, используется WooCommerce, и там в сайтбаре есть виджет WooCommerce, там кто-то там, и там вот есть размер не 150 на 150, а 50 на 50, и там WooCommerce, thumbnail, и так далее. И на самом деле, из-за этого, на некоторых премиум темах, когда ты оплодишь картинку, она у тебя оплодится минуту не потому, что у тебя хостинг говно, а потому, что он режет ее на 100 тысяч частей, и у каждой картинки у тебя 15 вариантов на сервере. Это, кстати, достаточно ужасно. Это отвратительно. И если вдруг ты хочешь как-то это систематизировать, понять, где у тебя и что есть, вот есть этот плагин, который теперь sizes отображает, какие есть, и прямые ссылки на них дает, то есть для тебя это больше не черный ящик, не ахрен с ним, а отключить я могу вот какой-нибудь, не хочу, чтобы мне medium не было. К сожалению, к сожалению, ты можешь только узнать, но предупрежден, значит вооружен. Ты пишешь дневный тикет к своему этому продавцу тем и говоришь, ребят, это не дело, они хотели, ну а что ты хотел? Зачем ты, зачем вы храните один писель на один писель в Украине? Нет, это да, они тебе отвечают, а ты как в Непале, у тебя же долги, ты уже купил наши темы, тебе это поддержка, ты не сын, уже тебе все хорошо. А если ты сам выпилишь, не дай бог, какие-нибудь размеры, мы не будем поддерживать твою тему, потому что ты внес у нее уже собственные изменения. Своими погаными ручками. Да, поэтому этот плагин будет нужен только для того, чтобы знать врага в лицо, то есть знать свои изображения в лицо. И, кстати, не делать дополнительную работу. Вдруг ты реально работу, вдруг ты реально хочешь сослаться на какую-нибудь маленькую картиночку, ну самому не резать, она уже поедет. Нет, во-первых, самому не резать, во-вторых, просто прямые ссылки брать. Вообще, этот плагин был для того, чтобы именно знать, где у тебя какие ссылки. Вдруг тебе надо не через PHP запросить get там post attachment image size и атрибутом там передавать large hook. Хочется сразу large number nine. Ну. Вот. А просто взять, зайти сюда, ссылку на конкретный размер вкинуть и куда-нибудь там в слэк отправить или что-то еще. Ну, неплохо. То есть, ну, напишите в комментариях, какие еще применения вы можете придумать для этого плагина. Я вот, у меня фантазия закончилась. И последняя тема про WordPress. WordPress.com launches insights. Better stats for visual publishing trends. на WordPress.com добавили, короче говоря, страницу insights в статистике, которая нам как главное в YouTube аналитике, например, дает несколько таких важных вещей, которые, типа, ну, имеют какое-то значение. Вот я не знаю, с какого это сайта они, но тут статы достаточно посредственные. То есть, как бы, ну, что такое 2020-м, посетители, ну, не важно. Кроме этого, она показывает вашу таблицу постинга, как на гитхабе практически. В какие месяцы, когда вы что писали, вам удобно как-то, очевидно, для чего это сделано. Это удобно, это здорово. Давайте посмотрим на практики. Ну, вообще, кстати говоря, ну, и что, что я вот в месяц писал пять раз, и что? Ну, тебе поможет как-то это анализировать. Может быть, надо не пять, а семь раз писать. Как семь пятниц на неделю. Вот у тебя нет. Вот есть у меня старый сайтик, lootslow.wordpress.com Я не помню, когда там был последний пост. Ну, в каком-то там тринадцатом году, например. То есть, вон, видишь, там, два years назад были комментарии. Вот. И здесь, ну, поэтому постинг-активити у меня в этом году проседает чуть-чуть. А что years? Вот ты можешь нажать years сверху? Вон, можно, но тут это не insights. Это именно статы за годы, и что-то они не подгружаются. Очень долгий запрос идет, скорее всего. Меня отрывают там в картотеке, как Гендальф искал записи про кольцо. Да-да-да-да-да. Вот, видишь, в 2012 основная активность была. Угу. Смотрю. Из-за аргентины маленько посматривали. Ну, то есть, подожди, то есть, все-таки WordPress.com немножко, знаешь, отстегивают, так скажем, свои денежки, чтобы все-таки бесплатным чувакам что-то бесплатно было. Да нет, само собой. Вот, видишь, здесь нам показывают, что у меня в воскресенье обычно читали в 8 утра. Как ты думаешь, нормальные люди? А, они с кофейком, наверное. 177 постов между тем там было. 7 тысяч с половиной просмотров, по 681 посетитель. 103 было просмотров 7 августа 2012 года. Прям топ. Охренеть. Нам такие статы на ювдизайне не снились с тобой. Сегодня 0-0-0-0-0, к сожалению, комментарии, фолловеры, паблисайз, сколько в твиттер было, в фейсбук расшарено. Угу. Вот такой небольшой, ну, у меня небольшой, то есть, вот это вот че, внезапное заявление, да? Пауза. Вот, я имею в виду, что у кого есть какие-нибудь суперактивные... У кого большой, пишите, короче. Да, пишите, не теряйтесь в комментариях, будем общаться по интересам, как Тим Кук. У нас тут дальше есть еще одна новость от Никиты. Обычно мы после WordPress заканчиваем уже. Ну, это типа такой, знаешь, уход. Уход от реальности? Фейдаут. Давай, давай, уйдем. А почему фейдаут? Потому что мы про музыку поговорим. Вау, ни хрена, то есть не случайно это сказать? Да. Причем не то, чтобы про Яндекс.Музыку, а про Яндекс.Радио. То есть Яндекс.Музыка все-таки за деньги, а мы хотим про бесплатное. Сейчас поговорить, что они сделали, я так понимаю, это новое, да, на Vue прям. 4 июня пост. Да, это прям бомбит. Выкатили свое горяченькое. Яндекс.Радио выкатили его не только на десктоп, но еще и на iOS и на Android. На Android еще не выкатили, поаккуратнее. Как? Только на iOS. А, вот уже скрины с Android. А че я так роббот? Как-то я робот уже, надо использовать? Да, действительно. Яндекс.Радио сервис, который бесплатно, но с рекламой, позволяет вам слушать все, что вы хотите слушать. И там причем оно не только по жанрам, не только по артистам, музыка, да, а еще и люблю-люблюм. Прослушайте еще раз, смотри-ка, нас спалили с тобой и сентиментально. Ё-ма-й-ё. То есть Тиму Куку есть, во-первых, где-то. развернулся. Во-вторых, суть в том, что здесь очень так именно на русских чуваков ориентировано, то есть на тетенек, на дяденек и так далее. Почему? Потому что есть русский рэп. Потому что есть металл. Ну да, да. Нет. Потому что на самом деле... Просто казна нарисована. Здесь все структурировано по настроению, по занятию, по эпохе. По эпохе. Да, 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 да. Как на радио. Как на радио, это круто. На самом деле, мы-то откуда узнали? Очень много было заголовков, даже на РТ, по-моему. Таких кричащих, типа, убийца радио. Опять же, радио, которое мы знали, канет в лето там все. Радиоубийца. Что полностью скопировали вот там, в случае с Energy Scan, с Rock FM, я не знаю, срок с нашим радио. Скопировали весь репертуар. Репертуар, слово-то какое. То есть мы вообще попробовали на телефонах, все круто работает. 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 Ну, я так понимаю, во-первых, у меня стало быстро садиться телефон мой. А-а-а. Во-вторых, сильно жрет, сами понимаете, трафик. Ну, представляешь, ты треки будешь не скачешь? Тут, скорее всего, во флаках, в Супер Лослс с качеством. А-а-а, ну, это вряд ли как бы. Регги. Даже у Регги есть подразделение. На Регги, Регги, Тон и Даб. Вау. Блин, я... Нет, мы сейчас... Нас забанят на Ютубе. Не буду включать. Не громко получится слишком. Хотя я мог бы и убавить это потом в постпродакшен. Возможно, эти треки просто никто не знает даже на Ютубе. Возможно, они... Их перекроют наш драмчик. А я еще, кстати, не знаю, что у нас будет на заднем плане. Мы когда пишем, мы же без музыки пишем. Я накладываю потом после. И вдруг у нас сейчас не драмчик будет, а Даб как раз. Или Регги, Тон. Знаешь, что, короче? Что же? Вот, интересно, есть такие чуваки, которые сильно разбираются. Вообще, сами-то Яндекс, они деньги-то платят тем, кто эти треки там и так далее. Это же как бы целое дело. Они, мне кажется, как-то из музыки это подкачивают. Есть тема секс. Проснуться. Заснуть. То есть ты можешь по порядку сначала свидание послушать, потом секс послушать, потом заснуть послушать. Ну, тут по алфавиту, конечно, но можно прям в этом порядке, да. Ну, вот, короче, такая крутая тема. Да, да. Для Android в том числе. Я, честно сказать, хотел очень сильно пообсудить их логотип. Вот он тут. Я пытаюсь как-то найти в хорошем разрешении. Ну-ка. Дальше загублю. Яндекс радио. Яндекс радио. И картинки. Да, и картинки. Вот, 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 хотя бы так. Кстати, да, у них вот это Яндекс радио. Это Яндекс музыка. Это Яндекс музыка. Они очень похожи. Здесь нотка. Тут. Это афро. Это, да, это лицо чувака, это афро, а это галло вокруг него. Ну, ты еще говорил, что это... Да, это спичечная головка еще. Мне вот так показалось. Здесь огонь прям такой красный, а здесь уже очень сильный. Как мы знаем, меня вот, я не знаю, кто меня этому научил. Возможно, дурная компания. Но я знаю, что самое горячее пламя на кончике пламени. Да, да, да. А в середине не так сильно. Да, вот кто нам это с тобой рассказывал? Это все знают. Рождаются прям с этой мыслью в голове? А может быть, это радиоволны? Вот это? Да. Просто, чтобы вы понимали, когда заходите в приложение на iOS, на Android, не знаю, нам показывают в три этапа. Сначала большой круг, типа там Яндекс радио, это круто. Потом вот этот второй круг, это вообще супер круто. И потом маленький кружок, вы просто охренеете. Это круто. То есть три круга радиоволны, не знаю, у них как-то... Ну да. Короче говоря, в общем просто... Вот тут тоже очень как-то похоже. Мне напомнил вот это. Тоже плазмид из Биошока, инсинерейт, поджечь, и он тут как раз реально спичка. Да. И здесь неправильно, здесь красная на конце пламени, и это так не бывает. Перестарались художники-то. Ну нет, это ты, это стиль, ты ничего не понимаешь. Я действительно, куда уж мне. Давай последнее, или мы все еще прорабим. Играет сейчас, ты посмотри, у нас какой-то львенок играет. А, или это тап, это тап, это тап. Ты застопил, да. Подожди, ну-ка, есть SVG это или не SVG? Какие там SVG? Station, Icon Size, F, Pulse. Как называется? Aerial, кстати, у них здесь. Background-то какой? Pulse, Diff, 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 Three Child. В смысле, ты хочешь сказать, это с верстом над дивами, этот, блин, я курсор просрал. А, кстати, есть мобильная версия, просто интересно, если... Да, да, здесь тремя сделаны дивами, вот это все. И у третьего дива, Scale, как сам-то, львеночек, выведен. Мне интересно. вычислено, фон Фэмили, это нет, фон Арио, не знаю, как сделан львенок, вот этот. Угу. Ну, то есть, я даже не понимаю, львенок это или нет. Да. Почему Dapp это львенок? Да хрен его знает, ну, это какая-то плоготип чего-то, когда-то. Угу. Короче, смотри. В общем говоря, это удобная хрень, бесплатная. И круто. Вот, жанр Dapp cover, жанр. Это дальше. Аватарс, жанр Dapp 100 на 100. То есть, это, к сожалению, да, это JPEG обычный. Угу. Возможно. Возможно, нет. Ну-ка, подожди. У них, причем, даже без розетта. Нет, без розетта они будут. Ну-ка, точка JPEG. он просто белый, прозрачный, ты вообще видишь что-нибудь? А-а-а, действительно, я отчет тупой. Ты как его? Здесь где-то он есть. Ну, выделить. Можешь выделить? Нет, не выделяется. Окей. Ой, мы с тобой, ух ты, блин, у меня Budweiser опять открылся. Да, в общем, я не знаю, ты будешь использовать Яндекс.Радио? Я охрену, сейчас не пойму пока, но вдруг. Ну да, важно знать, что есть такие штуки, и прикольно они сделаны. Ты меня заставил установить на телефон, придется использовать. Да, мы еще не за логинем там. Да, кстати. Хотя, как-то тебе там передалось настроение. Не, ну это ты с бука слышал. У нас просто один, одна, один Яндекс.Аккаунт на двоих. Оу, е, опять. Оу, е. Надо сказать про то, что спасибо, что слушаете нас в Айтюнсе сильно, и спасибо, что пишете отзывы. А, да, давай, 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 зачитаем. Ставите звездочки. Наконец-то мы не то, что экспертики, школьники, а наконец-то нас схвалят. Наконец-то идеально, самый лучший способ занять свои уши во время работы. Был ли отзыв полезным? А, да, а, да. Молодцы, ребята, лайк, Александр Ов пишет, а то бы писал адвоксд. Да, спасибо, что пишете, пишите еще больше, чтобы вообще было везде пять звезд, и круто было все. Чтобы мы даже с гостиницами, которые в Хилтоновском рейтинге участвуют, могли конкурировать. Даже с ними? Даже с ними, по уровню сервиса. У нас же сервис твой в подкасте. Я зубом случайно от микрофона ударился. Ну вот, хорошее завершение про зуб. Да, надо сказать, что нужно подписываться на нас в соцсетях, ВК, Твиттер, Фейсбук, Инстаграм. И про iTunes мы уже тоже сказали. Спасибо всем, кто слушает. И на YouTube ставьте лайки, рассказывайте друзьям, подписывайтесь на канал. На этой оптимистичной для нас, пессимистичной для вас. Потому что час двадцать. Да, потому что час двадцать, ноте мы еще на полсекундочки буквально полюбуемся обойкой на рабочем столе. Кисонька передает. Привет, зайки. Увидимся в следующем эфирном часу. Всем удачного дня. Пока. Пока.